Друзья, здравствуйте! Сегодня будет видео о посадке котлей, которые приходят в Анхо. Это будет Тайвань котлеи. И, наверное, всё не так у них однозначно, как можно сказать. Потому что есть котлеи, которые приходят вот такими вот малышами. Этот горшок я уже размочила, потом покажу для чего. Этот горшочек ещё сухой. Растения, они маленькие, небольшие, но у них можно видеть активизацию корней и ростиков. Сейчас я бирочку уберу. Это Динар Плю. И такие котлеи, которые во мху. Вот горшочек маленький, здесь был 1,7. Я стараюсь всё-таки пересаживать в кору. Они очень хорошо приживаются. Объясню почему. Я вытаскиваю горшочек, растения где-то у меня месяца полтора. Что такое активизация корней? Когда у вас в корневом мху идут новые активные корни. Нужно дождаться всегда этого момента для пересадки. И видно, что здесь корни, но они полностью не оплетены, как бывает. Достаёшь котлею, а там просто корневой ком, который разрушать, конечно, не стоит. Вот с этой котлеей мы её сразу пересадим в архиад. У нас будет котлея без махового кома. Эту котлею пока поставлю обратно, я чуть позже пересажу. А эта котлея тоже только для того, чтобы пересаживать, её нужно замочить. Чтобы мху был полностью мокрым, тогда он очень хорошо отделяется от корней. И здесь та же самая ситуация. Здесь вот тоже новые корни. Размок. То же самое мы видим. Те же самые активизация корневой системы. Сейчас мы это аккуратненько... Он очень легко отделяется, этот мох. Нажимать и легонечко он убирается. Он убирается достаточно быстро. Вот так вот. И можно видеть, что практически корней здесь не так много. Все корни новые, которые нам легко будет пересадить в архиаду. И будет она у нас прекрасно расти. Динарт блю – это одна из котлей, которая очень красивая. Но и также имеет сложности. Она не любит перелива корневой системы. Поэтому мы ее вот так вот практически уже все освободили. Вот так вот. И остаются чистые корни. Вот такая у нас красавица получается. Вот это. Я обычно этот мух не оставляю, потому что он уже считается засоленный. Его нужно выкидывать. У меня здесь чистоит архиада 12-18 и свежий хороший мух. Я беру горшочек чуть-чуть больше этого. Нравятся мне квадратные горшки. Вот такой вот горшок. И опускаю. Засыпаю корой. Архиада будет сухая. Ее нельзя мочить. И в ближайшие 3 дня растения не поливать. Это надо для того, чтобы не было загниваний. По поводу мха сверху. Я его кладу не всегда. Здесь я вижу, что очень много живых, хороших корней. Поэтому в принципе мох мне не понадобится. Мох нужен тогда, когда я сажу котлею. У него практически нет корней, это УКС. Там, конечно, для сохранения влажности нужна. Нужен мох. Здесь я вижу, что не нужен. И я стала котлеи прикапывать. Вот тогда очень хорошо идут корни. Вот, собственно, и вся посадка. Рост прикопа. Но я никогда не окунаю растения. Я его просто поливаю только на пролив. Вот так вот она выглядит. Это мы с вами пересадили котлею из мха в архиату, полностью сменив корневой ком. Я объяснила, когда это можно сделать. Показала, ну, она растения. Покажу растения, которые я не трогаю. Здесь у меня та же самая поставка. Поэтому те же 2 месяца или 1,5 я получила. Здесь у меня котлея Гольф Грин. Гольф Грин был получен. И вот здесь горшок, можно видеть, полностью корневой ком. Вот такие котлеи вообще нельзя разрывать, корневую систему. И что я сделала? Я на один край подвинула корневой мох. Засыпала все архиатой. И вы можете видеть, что здесь идут куча новых корней. Они отлично идут в архиату. А корневой ком, сейчас уберу тут бирку. Он остается. Поливать в корневой ком не надо. Поливать нужно на архиату. И то же самое замачивать не нужно никогда. Здесь я положила та же самая котлея. Почему положила мох? Потому что у меня здесь появилась мочалка корней наверху. Которую мне нужно было заглубить в архиату. Поэтому я вверх тут заложила для этого архиаты. И корни пошли вовнутрь. Здесь та же самая. Здесь все корни живые остались. Такая посадка хороша. Здесь не увидите корневой ком, но он там есть. Это котлея Киови Менденхон. Тоже растение было. Горшочек был 1,7. Но там был полностью обмотан ком. Мох с корнями. Поэтому разрывать там не было возможности. Тоже дождалась, пока активизируются корни новые. И поставила в архиату, в горшок и засыпала архиатой. Поливаю на пролив. Вот так вот по краю. И здесь можно уже видеть, даже чехол пошел от котлей. Очень хорошо приживается. Ну, я надеюсь, рассказала интересную, полезную информацию для многих, кто сталкивается с проблемой, когда котлеи приходят во мху. Пока-пока!